Добрый день дорогие друзья, меня зовут Владимир и сегодня мы с вами разберем штатную навигацию в автомобиле Renault Captur Сегодня мы с вами проложим маршрут, посмотрим основные опции, функции, которые имеются в данной системе Версия, которая установлена у нас, а точнее версия самой системы навигации и Media 8.05 Эта версия обновлена в 2016 году, автомобиль сам куплен в 2017 году, версия довольно свежая и новая В принципе практически все карты нашего города, города Минска заложены, мы уже посмотрели заранее Маршрут в принципе опять же проложить на любую практически современную нашу улицу города можно, довольно просто и удобно О том как это сделать, как это работает, какие функции дополнительные имеет штатная система навигации в Renault Captur Сегодня мы с вами и увидим Справочно замечу, что навигационная система идет уже встроенная в мультимедийную систему MediaNav Которая устанавливается в комплектации Style уже по умолчанию, автомобиль в принципе у нас в данной опции комплектации и находится Дополнительно данное устройство можно также установить на базовую комплектацию Live, среднюю Drive В комплектации Extreme система идет уже более усовершенствованная, там идет версия 8.06 Там идет уже чуть продвинутая система навигации Опять же в принципе данной версии, которая установлена у нас в комплектации Style вполне достаточно И те кто планирует или собираются приобретать это устройство на свой автомобиль Скажу вам и отмечу сразу, что не стоит переплачивать за более продвинутую и самую последнюю версию Нету в этом смысла, все необходимые опции есть в этой версии, которые сегодня мы вам покажем Итак, поехали Итак, вот таким вот образом выглядит штатная мультимедийная система под названием Medianav Которая уже по умолчанию устанавливается в комплектации Style Опять же отмечу, что в комплектации Live и Drive она идет уже как дополнительная опция за отдельные деньги Что касается самой мультимедийной системы, то мы уже говорили в нашем видео Вы его можете найти на нашем YouTube канале Сегодня же мы поговорим только вот об этой определенной функции, как навигация Которая установлена в мультимедийную систему Но перед тем, как перейти к навигации, мы посмотрим, опять же, я покажу вам, как смотрится и где смотрится версия прошивки Или версия системы Мы заходим в настройки, как вы можете видеть Далее мы видим перед собой меню, состоящее из двух страниц Сразу у вас появится вот эта страница Для того, чтобы найти версию системы, необходимо переключиться на вторую страницу И можем видеть надпись версия системы Далее переходим на версию и видим, что версия 8.0.5 Опять же повторюсь, в Renault Extreme Это самая максимальная комплектация, которая сейчас продается у нас в Беларуси Там уже идет версия 8.0.6 Далее мы можем видеть последние обновления Которые были сделаны с данной системой Полное название MediaNav Evolution Модель идет Длинная маркировка с названием Здесь 123 страницы Вы можете все это перечитать Правда, это все на английском языке Здесь написано, когда была разработана система Кем разработана Когда производились последние обновления, доработки И прочие-прочие моменты, которые связаны с этой системой Теперь обратно мы выходим в главное меню мультимедийной системы Для этого нажимаем на домик Вы можете видеть Мы теперь с вами снова видим наше главное меню Теперь переходим в навигацию Нажимаем навигация Сенсорный экран довольно удобный Кстати, диагональ экрана здесь 7 дюймов Разработана вся эта система Совместно с компанией LG Renault, Nissan и LG В принципе, наверное, как таковой Я бы даже сказал, что это больше Именно участвовала здесь корейская компания LG Чем Renault, Nissan Далее У нас уже по умолчанию режим Домой, как говорится, проложен Давайте познакомимся Из чего состоит штатная навигация В системе MediaNav Ну, сразу давайте начнем с верхней части системы Есть настройки Настройки довольно здесь упрощенные Можно включить-отключить звук Увеличить или уменьшить при помощи специальной лупы Далее определенная разметка или улицы Можно поменять немножечко местами Направление улиц и прочие моменты В принципе, это такой довольно сжатый функционал Который вот здесь располагается Далее, также мы можем видеть довольно удобно Всегда отображается температура за бортом Сейчас у нас минус 10 градусов по Цельсию на улице Текущее время И также мы можем видеть, что внизу еще у нас отмечается Частота радиостанции Которая сейчас, в принципе, у нас и включена Вот можете видеть, также можно параллельно с этим Еще слушать свое любимое радио Или же отключить полностью звук При помощи механической кнопки Или же под рулевого вот такого лепестка Итак, для того, чтобы нам положить маршрут Мы должны зайти и нажать вот на эту кнопку Конечный пункт Нажимаем конечный пункт Здесь опять же у нас будет две страницы Две страницы Переключаются они довольно легко При помощи нажатия на сенсорном экране Вот таких вот кнопок переключателей Далее, что мы можем видеть? Давайте познакомимся Есть функция предупреждения Можно включить предупреждение Превышение скорости Показать ограничение скорости Тревожные точки То есть это если система видит радар, детекторы И прочие устройства по обнаружению и превышению скорости Далее, настройка маршрута Здесь мы можем выбрать вид маршрута Быстрый, короткий или экономичный То есть опять же, система проложит тот маршрут Который будет выбран вами в зависимости от этой функции Далее, автомагистраль или нет Где есть дорожный налог или без дорожного налога И также платные дороги Он будет отмечать, система будет отмечать, где идут платные дороги Кроме того, также можно включить переправы, если они имеются на дороге И дороги без покрытия, без дорожного полотна Далее, настройки карты Это вот тот функционал, который я вам показывал на самом главном окне системы Здесь в принципе все просто Настройка голоса Мы можем выбрать здесь голос И на каком языке будут произносить Русский, украинский, здесь довольно много языков Порядка 16 Наш родной язык все-таки русский Наверное, все-таки выберем мы мужской голос Да, загрузка требований языка Все, сохранение произошло Далее, формат координат Смотрим формат координат Опять же, вы можете выбрать, как вам удобнее Долгота, ширина или как-либо по-другому Как вам уже удобнее Далее, мы можем посмотреть спутники GPS, которые сейчас у нас имеются Мы можем видеть сейчас доступные 9 спутников Также на карте их расположения В какой части от нашего автомобиля они сейчас расположены Точность довольно высокая сейчас нам отмечается В текущее время И частота или оптимальная связь с теми или иными спутниками Выходим Следующая, вторая страница Мои обновления Вот здесь вот, в разделе мои обновления Мы можем обновлять свои карты Мы можем обновлять определенные объекты Опять же, делается это все при помощи вот этого разъема Сюда вставляется флеш-карта наша На которой будут установлены и скачаны приложения Обновления Официальных источников Которые даются вам при покупке автомобиля Они будут указаны в технической документации Или в мануале к автомобилю Так что, вот этот раздел отвечает полностью за обновление Обновление улиц, карт и прочих объектов Далее, это что касается опций Теперь маршруты Маршруты Опять же, состоит он из определенных функций Данный лист Здесь можно менять маршруты Текущий маршрут у нас задан Наша определенная улица Также можно объезды Нам показывает все объезды Которые имеются по пути следования К нашей конечной точке Обзор Мы можем сделать обзор нашего маршрута Который нами проложен Вот таким вот образом выглядит В виде такого бирюзового цвета Отмечено на карте Наш маршрут следования Далее, мы можем отменить наш маршрут Что мы, в принципе, сейчас и делаем Отменяем маршрут Потому что мы сейчас проложим его вместе с вами заново Вот таким вот образом Что касается самого маршрута Который построен Если маршрут не построен То вы видите, что надо будет первым делом создать маршрут Мы, в принципе, сейчас это сделаем Только мы сейчас еще раз глянем Посмотрим на еще дополнительный функционал Который имеется в штатной навигации В системе MediaNav Значит, что мы можем видеть Также мы можем здесь заложить В разделе адрес Свой маршрут Пункты интереса Допровочная станция Что было по пути следования Парковка, ресторан И многое другое Чтобы было по пути следования Нашего маршрута Кроме того, история Вот, история отображается Те маршруты, которые мы закладывали Избранная Избранная, опять же, это наша улица Которая уже была нами заложена Пока она только одна Поэтому и в списке числится только она Поиск на карте Мы можем искать на карте Сразу у нас, видите, отображаются Заправочные станции Которые имеются недалеко от улицы Роза Люксембург На которой мы сейчас находимся И объекты связаны с ресторанами Кафе, придорожными Всякими заведениями, которые уже вбиты По умолчанию в настройки системы Также можем нажать координаты Вот это наши текущие координаты Вы можете видеть Они довольно четко отмечаются Где мы сейчас находимся Если вдруг, скажем так Вы не можете определить по улице Вы можете видеть долготу и свою широту Вот таким вот образом А теперь мы с вами обратно вернемся на карту Вот сейчас вы видите Маршрут у нас не построен Мы сейчас находимся на определенной улице Допустим, вот мы сейчас на улице Роза Люксембург Нам нужно построить маршрут Ну, к примеру, домой Да Мы для этого нажимаем Конечный пункт Эта кнопка находится В левом нижнем углу системы Далее нажимаем адрес Можно сюда Можно, в принципе, нажать маршрут Возможно, так удобнее Создать маршрут Текущее спутниковое положение Мы видим И мы можем вручную Делать пометки Для того, чтобы выбрать Конечный маршрут Но нам удобнее И нам кажется, что лучше всего Построить маршрут Исходя из вот этой функции Нажимаем конечный пункт И далее Вот сюда вот адрес И после этого мы вводим По умолчанию здесь уже у нас вбито Беларусь и Минск Это вводить не надо Нам только надо будет вручную Вести улицу Нажимаем на улицу И вводим свою улицу Допустим, улица Есенина Улица И вот второй Есенинский переулок Допустим, вот он нам и нужен Номер дома К сожалению, для данной улицы Недоступна Улица довольно маленькая Не все дома видят Еще навигационная система Устройство Медианав Ну, давайте ведем то, что у нас, в принципе Рафиева, допустим Номер дома, опять же Номер дома не видит Поэтому, к сожалению Некоторые улицы Система еще не видит Сейчас мы попробуем ввести то Что система обнаружит К сожалению, большинство все-таки Домов по некоторым улицам Система еще пока не обнаруживает Возможно, быстрее всего Необходимо будет обновиться Еще до последней Самой последней версии Для того, чтобы Появились некоторые объекты На наших картах Саму карту обновлять не надо А вот объекты, возможно Обновить стоит Ну, допустим Мы выбрали улицу Рафиева Нажимаем ОК И мы можем видеть Что точка конечного следования У нас улица Рафиева Опять же Без дома следования Есть небольшие нюансы К сожалению Не все объекты имеются На улицах В этой системе Нажимаем Да Подтверждаем Прокладывается маршрут Видите, опять же Маршрут проложен Бирюзовым цветом Отмечено все расстояние От начальной точки До конечной Все Далее мы нажимаем Опять же Да Два раза нажимаем Да И вот Нам показано Куда нам дальше Необходимо ехать Вот таким вот образом Выглядит Скажем так Мы сейчас находимся на месте Вот Именно в таком состоянии Находится карта Показывает нам Опять же Знак помощник Что через 100 метров Поворот направо Общее расстояние Составляет 6,5 километров До конечной точки Прибытие Примерно в 11.33 Если опять же Все будет идеально На дороге Не будет никаких Помех И прочих Нюансов Вот таким вот образом Выглядит Прокладка Маршрута А теперь мы с вами Посмотрим Как в движении Выглядит Непосредственно Движение карты И наше передвижение По карте Как это происходит Если задержки Как мы видим Отклик Системы довольно Быстрый Четкий Вопросов Как таковой Не возникает С настройкой Все довольно Интуитивно Понятно Доступно За исключением того Что не все объекты Имеются на карте Но это опять же Все можно легко устранить При помощи Обновления И затем Установки Слэш-карты Вставляем Сэш-карту В специальный Ридер И просто Автоматически Заливаем Или закачиваем Как обновление Нашей штатной Карты Итак Давайте Посмотрим Как у нас Движение Будет выглядеть Перемещение Карты Итак Как можно видеть С вами Движение наше Началось По ранее Установленному Маршруту Сам маршрут На карте На экране Отображается Таким бирюзовым Цветом Цвет Тоже можно менять В зависимости От своих предпочтений Можно делать его Красным Черным Белым В общем Все зависит Полностью От того Какой нам Фит больше нравится Довольно Удобно Показано На карте Наше Текущее Движение Мы Отмечены Такой Довольно Интересный Красный Красной Стрелкой В принципе Вот сейчас Мы выехали От ростепета Дороги На главную И можем Видеть Что Довольно Быстро И Практически Мгновенно Обновляется Текущая Информация О Нахождении О нашем Местонахождении В принципе Не вижу Я Даже Никаких Подтормаживаний Именно Само Местоположение Да Конечно Было бы еще Здорово Если бы еще Отображалась бы Текущая Наша Скорость На экране Но В принципе Как дополнительная Такая функция Хотя В принципе Она Постольку Поскольку Потому что У нас На самом Табло Автомобиля Этот Индикатор Имеется В принципе Он хорошо Виден И наверное Его достаточно Вот Таким Вот Образом Работает Навигационная Штатная Система Которая Идет По умолчанию В устройстве Под названием Медя-нав Опять же Напомню справочно Что Эта система Устанавливается Уже штатно В комплектации Style Для комплектации Drive и Live Это уже Является Дополнительной Опцией Версия Которая Прошивки У нас Здесь установлена 8.0.5 Или 8.05 Так проще Запомнить Таким вот Образом Работает Система Опять же Мы Заранее Проложили Маршрут Справа Вы можете Видеть Идут Указания Когда Следующий Поворот И какое Конечное Расстояние До Нашей Финальной Точки Оно Сейчас Составляет 4.5 Км Также Вверху Нашего Экрана Показана Текущая Улица На которой Мы Находимся Это Улица Сейчас Олибегова Мы Также Видим Что Пересекают Эту Улицу Улица Гурского Идет Пометка Вот В данном Районе Экрана Довольно Кстати Четко И Грамотно Сделано Очень Видно То есть Мы можем Понимать Если мы Передумаем Ехать По Нашему Текущему Установленному Маршруту Мы Можем Свернуть На Ближайшую Улицу Которая Правила Отмечается За Примерно 200-300 Метров До Наступления Пересечения Непосредственно С другой Улицы Вот Сейчас Мы опять Начали Движение Опять же Обновление Происходит Очень Быстро Все В принципе Наверное Даже Я сказал Был Работает Лучше Чем В некоторых Системах Навител Дело В том Что Я Параллельно Использую Еще Дополнительную Установку Системы Навигации Навител И я вам Скажу Что Система Навител Она Отстает Отстает Штатной Навигации Которая У нас Установлена Которую Вы сейчас Можете Видеть Вот Мы видим Очень Хорошо Отображается Развязка От которой Мы Проезжаем Опять же Показан Альтернативный Возможно Еще Маршрут И Заправка Которая Находится Рядом С нами Опять же Напоминание О заправках Кафе Придорожных Или Ресторанах Мы можем Спокойно Отключить Зайдя В опции Или Настройки Программы Вот Таким Вот Образом Мы Можем Облегчить Скажем Так Или Не облегчить А упростить Себе Наглядный Наш Маршрут Текущий Чтобы Нас Не Отвлекали Какие-то Другие Пометки На карте В принципе Мне Это Не мешает Поэтому Дополнительные Все эти Моменты Которые Отображаются На нашей Карте Сейчас Нам Опять Показана Следующая Улица Точнее Пересечение С улицы Мы Решили Изменить Наш Маршрут Специально Сейчас Мы Покажем Как Переложит Программа Наш Новый Маршрут Так Мы Повернули На улицу Которая Любимого Пошли Направо И И Идет Перекладка Маршрута Не Видит Дальше Навигационная Система Этого Маршрута И она Нам Показывает Что Идите На Разворот Или Направо Ну Мы Направо Не пойдем Мы Поедем Дальше Прямо Едем Дальше Прямо Потому Что Эта Улица Улица Также Идет К Нашему Дому Идет На Нашу Конечную Точку Ждем Вот Мы Проехали Это место Все равно Система Нам Указывает Идти Направо Вот Она Переложила Маршрут Вы можете Видеть Довольно Быстро Это Протошло Сейчас Мы Едем По Новому Маршруту По Новому Маршруту У нас Осталось Около Трех Километров До Домов К сожалению Объектов Карта Штатная Она Видит Но Не все И Ту точку Которую указали Мы К сожалению Система Не нашла И она Нас Идет Просто На Улицу Которую Мы Указали То есть На Крайнюю Точку Улицы Вот Маршрут Переложен Нас Опять Сейчас Ведет Маршрут Налево Через 500 Примерно Метров Но Мы Не Пойдем Налево Мы Пойдем По прямой На Ближайшем Перекрестке Поворачивать Налево Мы Не будем И Опять Же Система Переустановит Переложит Маршрут На Новый Вот Мы Не повернули Она Нас Все Еще Ведет Налево Все Маршрут Переложен Опять Же Мы Можем Видеть Проложила Наш Текущий Наша Текущая Под Наше Текущее Движение Штатная Система Навигации Устройстве Вот И вот Мы практически Принципе Уже Добрались До улицы Рафиева По Пометкам На Карте Мы Можем Видеть Что Расстояние Примерно Около Километра До Нашей Улицы Хотя Сама Система Пишет Что Один Километр И Восемьсот Метров Но Скажу Вам Откровенно Что Здесь Не более Уже Километра Осталось До Пересечения С улицей Которую Мы Заложили Идет Вверху Экрана Вот Таким Вот Образом Мы Едем Видимо Сама Навигационная Система Ведет До Определенной Точки Улицы То есть До Центральной Ее Части Улицы Вот Когда Они Вбиваются Определенный Объект То есть Здание Мы Подъезжаем К улице Рафиева Которую Мы Сделали Финальной Нашей Точкой Система Ведет Нас Налево Мы Туда В принципе И едем Маршрут Штатной Навигации Перекладывать В этот раз Не нужно Будет Мы Повернули Так как Она нам Указала Едем Далее Мы Уже На улице Рафиева То есть На конечной Точке Но До сих пор Нас Еще Куда-то Навигация Ведет Хотя Опять же Ни дом Ни Какой-либо Объект Мы Не Вбивали Давайте Интересно Посмотрим Куда Ведет Система Если Мы Не Вбиваем Определенный Адрес Адрес Дома Вот По Финальной Точке Оно Нам Показывает Осталось Уже Менее Километра Быстрее Всего Навигационная Система Я сказал Ранее Ведет К центральной Точке Улицы Я Ошибся Система Ведет Наоборот К начальным Объектам Тут Она Их не Видит К начальной Точке То есть В начале Улицы Быстрее Всего Она Ведет Нам До Конца Улицы Ехать Не Надо Мы Повернем Чуть Ранее Поэтому Вот Таким Вот Образом Работает Штатная Система Навигации Она Если Вы Не Укажете Объекты Будет Вести Вас К Самому Начало Улицы То есть К тем Домам Которые Будут Начинаться С первого И так далее Вот Мы уже Практически В принципе Приехали К нашему Объекту Который Нам Необходим Но Как видим Штатная Система Навигации Думает Иначе Она Нас Ведет Еще Дальше Итак Мы Все Еще Едем Самое Что Интересное Что Система Навигации Она Теперь Ведет Нас На Пересечение С другой Улицы То есть Она Все Так Не Ведет Нас До Конца Улицы Которую Мы Вбили Улица Рафиева Она Идет Для Пересечения Улицы И Здесь Точка Заканчивается Хотя Улица Еще Продолжается Вот Таким Вот То есть Образом Работает Штатная Система Если Вы Не Вбиваете Адрес Или же Адрес Дома Вашего Нету На Карте Конечно Опять же Рекомендуем Обновить Те у кого Те у кого Скажем так Не отображаются Все объекты На карте Обновить Все таки Систему Вашу Навигации До Последней Версии Потому что Быстрее Всего На Последней Версии Уже Будут Все Объекты Дома И Возможно Даже Корпуса Определенных Адресов Чтобы Уже Вам найти Тот Или иной К сожалению В нашей Версии Программы Еще Нету Нашего Дома Нашего Объекта Который Мы хотели Бы Вбить Так Мы находимся На Конечной Нашей точке Которой Необходимо Было Нам Опять же Отмечу Что Дома Данного На Карте Нету В штатной Системе Навигации Вот таким Вот образом Вы можете Видеть Наше Текущее Местоположение Дело В том Что Опять же Мелкие Улицы Также Могут Быть Не Видны В этой Штатной Системе Но Все Центральные Они В принципе Есть Опять же Довольно Неплохая Система Координат Напоминаний Система Указателей И Прочих Голоса Практически Помощника Мы не слышали Потому что У нас Стоял Звук На Минимальном Уровне Поэтому Мы Не могли Слышать Нашего Голосового Помощника Поэтому Также В настройках Вы можете Сделать Либо потише Либо погромче Данный Параметр Вот таким Вот образом Выглядит Текущее Местоположение И Как это Отображается На карте В принципе Система Довольно Неплохая Работает Быстро Обновление Благодаря Спутникам Ну По крайней мере Это лучше Чем ничего Конечно Система Навигации Navitel Уже видит Все Даже мелкие И новые улицы Если она Обновлена До последней версии Конечно Она будет Более лучше Но при этом При всем Она стоит Конечно Уже Дополнительных Денег Вот Сюда К сожалению Систему Navitel Через USB порт Через Флешку Вы уже Не установите Нет такой Возможности Есть Штатная Навигация Которую Можно только Обновлять До Последней версии В заключении Нашего Небольшого Видео Хочется Отметить И подвести Небольшой Итог Что В принципе Штатная Система Навигации Которая Установлена В Рено Каптур Она довольно Неплохая Отклик Быстрый Помощник И системы Которая Которая Помогают При маршруте Также Довольно Неплохо Проработаны И сделаны Система Неплохая Конечно Дополнительно Если у вас Нет такой Системы Наверное Устанавливать Не стоит Лучше уже Купить Navitel Где будут Все Карты Обновлены Все будет Обновлено До последней версии Наверное Смысла Нет Если Вы уже Купили Рено Каптур Кабалитации Style То По умолчанию В любом случае Там будет Идти Данная Штатная Система Навигации Ну Она Довольно Неплоха В принципе Ее Наверное Хватит И Использовать Дополнительное Устройство Наверное Смысла И нету Поэтому Наверное По 10-бальной Системе Такую Навигацию Можно Оценить На баллов Где-то Ну Крепких 6-7 Наверное Все Необходимое В ней Есть В принципе Доехать Из точки А в точку Б Можно Увидеть Определенные Объекты Здания На карте Также Можно Если Вы хотите Видеть Все вдоль До последних Улиц Которые Есть В вашем Городе То Конечно Однозначно При покупке Автомобиля Вам Желательно Ее Обновить До последней Версии Опять же Обновить Вы ее Сможете При помощи Специальных Интернет Ресурсов Эти Источники Данные Будут Вашей Технической Документации К автомобилю Также Там будут Определенные Пароли Как правильно Зарегистрироваться На том или ином Источнике Далее Вы оттуда На флешку Скачиваете Обновление И затем Флешку С обновлением Вставляете В USB Порт Который Мы показывали Вам ранее А дальше Заходите Просто Версию Прошивки Вашей Системы А дальше Происходит Все В принципе В автоматическом Режиме Обновление Происходит Довольно Быстро И просто Более подробно Обзоры Тестдрайв Автомобиля Вопросы Предложения Или пожелания Пожалуйста Присылайте Их нам На наш Ютуб Канал Или Оставляйте На нашем Сайте Мы Обязательно Их Рассмотрим И ответим А с вами Был Владимир Спасибо Большое За внимание И самое Главное Берегите Себя И удачи Вам На дорогах